Скучаете по картошке фри и бургерам? Как говорится, проще простого. Устроим макдональдс дома. Некоторые продукты купим в магазине. Сделаем бургер своими руками. С беконом, с котлеткой или с двойной котлеткой по своему желанию. Вот такую аппетитную красоту можно приготовить дома своими руками. Луковицу нарезаем кольцами. Приготавливаем маринад. Вода, соль, сахар, перчик, уксус, масло растительное. Все перемешиваем и маринуем лук в холодном месте около часа. Вот такой набор продуктов для бургера, для котлет. Мясной фарш. Солим, перчим, перемешиваем. Небольшое количество воды для сочности. Перемешиваем, отбиваем, чтобы наша котлетная масса была более однородная. Вытапливаем с бекона жир. Формируем котлетку на пергаментной бумаге тоненьким слоем 5 миллиметров и обжариваем с двух сторон на вытопившемся от бекона жире, чтобы наша котлетка была более ароматная. На горячую котлетку кладем сыр, чтобы он слегка поплавился. Половинка булочки, лист салата, котлетка с сыром, колечко помидорки, маринованный лук и огурчик или булочка, соус для бургера, лист салата, тот же набор продуктов. Вторую половинку булочки намазываем соусом и готов наш бургер. Другой вариант. Половинку булочки намазываем соусом, лист салата, маринованный лук, котлетка сыра, ароматный хрустящий бекон. Хотите двойной? Пожалуйста. Половинка помидорки, маринованный огурчик, намазываем соусом вторую половинку булочки и готов наш бургер. Нет, я не фанат бургеров. Ну как можно отказаться от такой красоты? Тем более, когда знаешь, что основные продукты натуральные. А польза состоит в том, чтобы иногда порадовать себя любимую и своих близких для души. Маленький кусочек радости не повредит, только на пользу. Картофель фри. Нарезаем, моем, обсушиваем, обжариваем во фритюре до золотистой корочки. Обсушиваем от жира, посыпаем копченой паприкой или любой другой специи вашей любимой. Ну чем не Макдональдс, но все натуральное и полезное. Нет ничего невозможного, а готовится все очень просто. Готовьте сами. У вас все получится и приятного всем аппетита! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!